так тимоша привет скажи зрителям привет все теперь где твой немножечко прокомментирует кое так что и так вот участок прикупленный вот этот кусочек еще за пол лимона землю нам не дают у нас таяния земли нет для для русских интересно как это интересно что конституции написано что мы самые а на самом деле это не так пришлось полмиллиона платить вот ради того чтобы сейчас тимош ради того чтобы немножко расшириться вот это будущее привитые абрикосы посадки выглядят так вот они еще не пересажены пересажены сильнейшей обрезкой вот сейчас у нас 27 или 8 октября как всегда беспамятный пересажены не были две недели назад в октябре после этого и до этого были заморозки снег вот для чего я еще раз возвращаюсь к этому а вот для чего дело в том что немного раньше сентябре когда нам обещали холода кстати груши груши это сеянцы из леса прям то есть брошенного сада были выдраны земли выкопаны кое-как вот такие сеянцы будет два года им когда они станут пригодные к прививке и привитые на них приросты последнего года бывает первый год зацветает но первый год это редко обычно на второй год уже первые плоды на третий чаще обычно на третий четвертый вот получается довольно хорошая скороплодность так сейчас мы с вами идем сюда почему потому что я не упускаю ни одного наблюдения не вернее не упускаю возможности поделиться с вами смотрите ошибка рано были посажены вот эти вот я вам должен показать чем смысл смотрите видите это был конец сентября вот мы не ждали теплой осени вроде все было делать правильно вот они они проснулись не все нет не проснулся не проснулся не проснулся но некоторые проснулись вот такие вот и я вынужден констатировать что это была ошибка не смертельная он не погибнет за зиму вот эти отростки которые появились за последние две-три недели вот эти вот побежки они конечно замерзнут но в целом он не погибнет так и все таки я не ради этого вам показывают да получается есть оптимальное время вот наверное небо не проснулись если он был бы обрезан не так сильно вот это мой обычный стандарт обычно это делается за две за три недели до зимы и все это сходит с рук весной они прекрасно при это прививки его земли на коленях все прекрасно приживается но вырастают они вот такими вот видите не проданы ждет весной вот такие вот обычно вот вот это вот правда двухлетка не будучи проданная она стала вот такой вот но они автоматом превращаются вот как те видите маточные деревья сколько раз вам рассказывал о них вот маточное дерево видите вот она вот с него берутся черенки но главное это все таки мысль которую я сейчас проповедую сейчас я пойду тихонечку потому что стоять холодно у нас первый мороз а сад еще полностью не уснул самое главное ради чего это говорю я говорю что вы должны с величайшей ответственностью относиться к деревьям забудьте летнюю обрезку забудьте осеннюю обрезку глупость дикость у меня неделю на моем на этом самом моей гостевой книге по мне это хороший увлеченный товарищ прислал ролик а там значит очень солидная организация вот там страшная показывать его боюсь я могу в этом фильме этот ролик воспроизвести а вдруг вы поверите не мне а им страшнейшее заблуждение там режется 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 там прямо сотни сотни обрезок искусственной формы вот на мой взгляд они должны оскорблять чувства любого человека которому претит не унисажение а а страшнейшая обрезка она губитель для всей россии вот никто не заметил неделю не стыдно было вроде как ну потом все таки уничтожил прокомментировал уничтожил этот ролик почему потому что это юг украины пожалуйста бред не путайте нашу россию вот все что в этом фильме написано вот верить одну единственную среднероссийскую зиму и все это будет мертво уже хотя бы что-то бы еще выжило на севере не к не обязательно должны умереть даже деревья которые растут на юге украины но искалечены это уж сто процентов вот и вот то что я вам показал эти самые так здесь их нету таких нет здесь все сделано правильно и вовремя они не проснулись но то что вы видели то что проснулись в это время позднее позднее осенью принципе тепла то особого не было вернулись там 5 10 градусов вернулась температура вот и они успели зайти вы понимаете большинстве случаев еще раз говорю это уже третий четвертый кто-то скажет надоел кто-то впервые услышать понимаете когда вот здесь вот так вот осенью вот яблоня да когда вот здесь вот сделать обрезку как многие считают что это обязательно надо сделать вот это общепринятый прием на мой взгляд дебильный страшный опасный стоит тут обрезать вот тут вот начинается многие не заметили почему она и не обязательно проснется она набухнет и потерять по расходу вот тут вот отрежьте вот так вот и почки ниже начинает набухать прямо осенью у дерева есть такое свойство важнейшее свойство восстанавливать крону вот то что люди борются загущением уничтожают или делают привычки на эти обрезку на кольцо или сильно укорачивают тут же на голом месте тут же буквально появляются новые побеги и затягивают рану и они обязаны и затянуть и снова режут 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 никто не понял смысл и цель вот этой вот кроны никто эти кроны сейчас покажу где еще и опять раз надоел извините сейчас вернусь туда где деревья еще не сбросили листву минуточку вот вот дерево да вот это дерево листовой аппарат предназначен не только как быть солнечной батареи его второе важнейшее предназначение сохранить абсолютно сухой штамп для этого все что падает с неба вся влага с листика на листика форма листьев специальная для того чтобы крона распределяла потоки отправляя их на периметры где где эти сабы где находятся кончики корешков всасывающие и не давая специально не давая им не давая им мать мочить там там обдорвать максимально схем от этого зависит долголетний день этого не знает ни один человек на планете кроме меня и вас теперь никто никогда не 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 понял что как стоит только отрезать ветку ах она растет внутрь режь вот и это место затянется она когда затянется опять ветки растут опять резать колечи деревья придавая ему уже эту самую разряженную крону нельзя 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 как докричаться почему академия наук нихрена то что они не знают это сто процентов но узнав то надо же меры принимать надо как смотреть как миллионы деревьев уничтожают миллионы датчиков 23 миллиона датчиков плюс добочатся уничтожают свои деревья никаких отрезаний вета которые растут внутрь вниз никаких никаких прорежения кроны максимально сухой штамп если яблони еще где-то выдерживает но они все равно не выдержит столько сколько бы надо то абрикосы это уже целые регионы без единого абрикоса вы знаете что написал уважаемый мной ученый можно сказать один из выдающихся если не сказать один из последних настоящих ученых сычок написал при сайдном хозяйстве 2004 год кажется статья называлась абрикосовая парадоксия не помню же вот выше широты воронежа курска абрикосы можно пересчитать по пальцам это для чего довели страну у нас регион вот этот вон они климат гораздо жестче не говорят микроклимат в этом микроклимате зима начинается на месяц раньше чем то то том же самом этом как мы говорим севернее воронежа курска что у нас москва питер ярославль кострома дверь все это северний вся сибирь весь урал весь все при море все это северный у нас абрикосы растут и не собирается помирать почему да потому что это они растут у меня и у тех кто не подходит к ним и мне когда или они неграмотные вот эти неграмотных абрикосы растут стоит только прочитать что осенняя обрезка и ведь написано правильно я это еще оказывается надо правильно уничтожить дерево извините наболел опять я к этому вернулся не могу иначе вот еще раз возвращаюсь понимаете это мне сергей говорит сын сергей валерьевич который этот питомник то и вырастил что случилось того проснулись листики рано мы посадили посадили сильно мы обрезали то попробую угадать погода да моя промашка надо было сказать ему подожди еще недельку или делаем эти же самые обрезку но не такую ну хотя бы еще бы чуть выше на уровне на карандаш еще раз говорю вот это вот обвинение где надо делать вот она это обвинение понимаете вот обвинение в адрес дебильных дебильнейших тут уж если советы которые там режут я не могу назвать дебильными этот ролик потому что это юг украины и там на деревне издевается они еще умудряются после этого плодоносить у нас этот номер не проходит вот что происходит а чаще всего происходят вот еще пожалуйста еще один показываю видите вот он проснулся нет не все вот спят но отек тимоша я очень важный разговор все закончу вот видите что делается вот еще один спят 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 найти бы еще повезло сереге что начал просыпаться вот эти вот почечки вот они то чаще всего просто когда делается осенний обрезку у нас в сибири пусть осенние летние обрезки они не просыпаются бой просыпать но чаще всего они набухают и теряет морозостойкость теряют как получилось что этого не знает никто как получилось что академия или не знает или молчит или занимается какая-то какой-то ерундой вроде с 2001 сорт смородины или 101 сорт там это самый крыжовника весь понимаю удар это цветочками здорово занимается понимаю одобряю но когда у нас абрикосы то будут тогда когда полностью перейдут на технологию новую вот проповедников и мало броски латинков железов вот все что ли да получается все к сожалению вот и не будет никогда садов у нас не будет пока не возьмет себя в руки это самая академия наук не будет понимаете эти дети вот такие вот это хоть обедается абрикосами нужно смотреть на них правда не может вот но у вас это дети то должны иметь это все в садах но и у нас зима начинается на месяц раньше у нас зима заканчивается на весь позже мы в мае садим эту самую на украине два урожая картошки марте садят мы садим мая понимаете разве можно переносить эту технологию она давно тупо перенесена с юга и никто этого не заметил когда она стала вредно опасно вот я перед этим каком-то фильме жалко еще мне надо показать что даже дикоросы умирают посажены искусственным путем на городских улицах посажены в ямке не не только эти самые да в принципе уже рассказывал просто не могу успокоиться вот умудрились до того что абсолютно невежественное самые невежественные стране это у нас лунные календари и те кто их пишет вот после них идет коммунальные службы самые невежественные садят наверное смерть деревья а потом молодыми же и выпиливает пока они не упали нам на голову молодым и 10 15 лет выпиливает они за это время успевают внутри полностью сгнить не понятия посадки вот потом идут извините ребята за что меня пнули с этой самой с конференции почти до сих пор на меня пальцем показывает хотя никто этого не знал пока я сам не рассказал вот академики пять человек сидела президент за что за то что я говорю сказал им прекратите учить людей прекратите ведь под многими этими статьями роликами вот кого там только нет включая и людей со степенями удалось наконец-то присесть вот еще одна тема борьбы с вредителями деревьев на самом деле тема борьбы с деревьями с плодовыми деревьями с любимцами вставляете вот этот вот кусок водоедают грибы вот это было когда-то абрикосом потом гнил 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 вот будучи посажен неправильно и отгнил вот а почему я вам показываю потому что весь покрыт грибами хуже того грибы полностью сажали у него сердцевину поэтому сейчас я могу спокойно без усилий взять его и переломить настолько она стала хрупким внутри все съедено данный момент с вами разговаривает как я сам себе новую должность присвоил вот единственно на планете садовый садовый подчеркиваю патолога она там вот если кто-то из родителей на самом деле людей неграмотных нет ой как я не прошу людей грамотных близкая грамота наоборот начитанных вот они бы вам сейчас сказали если бы это было до того как ветка это отвалилась вот чуть не сказал с ожиренной грибами и они грибы съели его угробили люди грибы едят уже мертвечину так вот этот вот человек я найду на я фотографию она взята из интернета вот так учат щеткой по металлу бррр продирать это все то есть Сдирать грибы, мох, старую кору. Все это вредно, опасно и смертельно. Только люди, которые этим занимаются, они этого не знают. Деревья очень по натуре своей выносливая. И часто эти издевательства переносят. А то, что жизнь корочит, откуда мы знаем? Вот, допустим, нам лекарства предлагают. Не только деревьев, но и нам. Каждый, все программы, радио. Еду в машине, только я слышу. Слушай, вот это у вас такая, вы оказывается, смертельно больны. Но вы этого не знаете. Ну вот, выпейте вот это, проживете. Может быть, даже выпью меньше проживу, чем мог бы прожить. Но этого никто не знает. Мы наперед не заглядываем. И вот так получилось, что люди, не имея представления о грибах, о их роли, вот, в данном случае они санитары, а связь между живой и неживой материей, не зря их не относят ни к животному царству, ни к растительному царству. И вот эта вот связь, она настолько непонятна людям. Знаете, я когда-то прочитал у классиков, а в одном фильме уже говорил, то ли у Пушкина, то ли у Лермонтова, у кого-то из них, кто-то был на Кавказе, человек наблюдательный взял, да и написал. А там еще есть, бегают цыганята, они ни разу в жизни не мылись. А если его отмыть, то он умирает. Вот. А тут включаю телевизор, а там, значит, на всю страну раскрученная ведущая, кандидат наук. Вот. Берет и учат мыть деревья. Мыть. А кто-то учит их драть вот так. А я говорю, что этого не смейте делать. Не смейте. Не, если бы те абрикосы, я вот сейчас парочку тоже вставлю в этот фильм. Так вот, если эти столетние начали бы драть вот это вот раньше, все, что вы видите на экране, это никогда бы, она не дожили эти абрикосы до 100 лет. Это я вам говорю, железо-патологоанатом. И вот вам это уже разрезать не буду, а перед этим я, когда погибшее дерево взял, его сосед на чурке разделил. Я взял у него чурку и уже сам лично сделал, когда у него деревья погибли, сам лично сделал распил. Вот она, видно, ой, не бензопила, а ножовка. И вот распил. И вот он внутри, как видите, гриб. Он там живет, он ест дерево, которое погубил мой сосед. Он много деревьев сгубил. Я благодаря ему несколько фильмов снял, даже с телевидением, то есть все без обмана. Вот дерево живое. В следующем фильме дерево с огромной раной, которая ему мешала. Вот я произношу его фразу. Константин, если ничего не понимает, с удовольствием. Чем больше режешь, тем больше выражаешь. А вот пень. Все это я показывал, неудобно повторяться. Зато вы можете увидеть вот эти два где фотографии. Я надеюсь, я еще не убрал с экрана. Мой помощник, монтажер фильма. Вот то, что внутри. Попробуйте, кого этой щеткой. Вот. Или когда, знаете, стоит десяток пузырьков. И вас учат, что их надо обязательно купить и мыть деревья. Ой, боженьки мои. Никаких матерных слов не хватает. Вот. Еще раз говорю. Обрастает. Мхом обрастает. Грибами. На то есть причина. Вы устраните причину вначале. А потом все остальное. Загущение. Сырость. Вот главные эти самые причины. Вот. Гниение корневой шейки. Заглубление саженца. Глиение. Заглубление саженца. Заглубление кости. Потом начинается вот это вот гниение. Продолжение следует...